Здравствуйте! Вы смотрите телеканал Вектор. Это программа без галстука. Сегодня неформальный разговор состоится с директором Губкинского музея освоения Севера Еленой Калитенко. Елена Викторовна, добрый день! Добрый! Елена Викторовна, рада вас приветствовать именно в этой программе, потому что не всегда удается свободно побеседовать с человеком, деятельность которого связана с искусством, так скажем. Несмотря на то, что музей существует давно, на сегодняшний день он остается единственным в Губкинском. И кроме работы выставочных залов, музей ведет активную работу с населением. Это и образовательно-развлекательная, и экспериментальная площадка. На ваш взгляд, как удалось достичь такого уровня, чтобы музей был именно разноплановым? Я думаю, это в самом начале, когда музей закладывали, и такая была концепция его развития, музея-трансформера. Вот и по сегодняшнюю пору мы стараемся соблюдать эту концепцию и идти по ней, по жизни. Ну, а то, что мы работаем в разных направлениях, это еще и диктует современное время, когда приходится как-то трансформироваться, изменяться, подстраиваться под какие-то требования, желания посетителей. Ну, и, конечно же, то, что музей один. Первоначальная идея была создания все-таки музея краеведческого направления, музея, который будет в себе аккумулировать разные направления собирательской деятельности, именно истории. Ну, и так случилось, что хоть и назвали нас музеем «Своение Севера», но я считаю, что это абсолютно правильное, очень брендовое название, оно отражает ту деятельность, которую мы сегодня ведем. Ну, и, соответственно, нам и пришлось собирать коллекции, а это основная все-таки задача, это собирать различные материалы, какие-то артефакты, исторические предметы, чтобы потом в дальнейшем рассказывать об этом нашему населению. Ну, и далее уже популистическая деятельность. Поэтому мы собираем коллекции в разных направлениях, это как исторические коллекции, то есть по истории нашего города, по истории освоения нефтегазового комплекса, различные направления развития предприятий нашего города. Мы не забываем, что у нас есть тема Великой Отечественной войны, она ежегодно востребована, и поэтому коллекция тоже по данным направлениям сформирована. Не забываем, что у нас много творческих людей в городе, и мы собираем и декоративно-прикладное искусство, и фотографическое искусство, и живопись, и графику. Рассказываем о них, не забываем о писателях, ну и, в принципе, любое направление, минералы, нумизматика, все, что возникает по мере развития города, по мере развития учреждения, аккумулируется в нас. А вот первоначалом к выставке что идет? Это должна быть идея? Это поиск творческих людей? Вы знаете, бывает по-разному абсолютно. Бывает, что просто есть коллекция, и она вот уже набрала такой объем, что хочется ее показать. И просто разрабатывается концепция этой выставки, придумывается, как это будет. То есть работают художники вместе с научным отделом и собирают ее. Бывает, просто приходит человек и говорит, что у меня вот есть что показать, я бы хотела это представить. Тут уже идем тоже от того материала, который есть, и от того объема. Бывает, что вот просто есть всего лишь один экспонат, и хочется, ну, какую-то идею, да. Вот, ну, когда с самой первой выставки музея, да, это вот была собрана историческая коллекция 2000 экспонатов, и она целый год проработала в качестве первой экспозиции «Север судьба мая». А потом нужно было собрать вторую, а экспонатов-то больше уже и не было. Музей-то только начинал свои шаги, но зато появилась сибирская копейка, которую принесла жительница нашего города Аня Демешко. Я думаю, все ее знают. Вот, они просто нашли эту копейку, ну, у нас на Пекапуре, в песке, вот, и принесли в музей. Когда мы стали ее изучать, выяснилось, что это уникальная копейка, и, как бы, она в Судзунских печаталась в мануфактурах, и выяснилось, что в очень маленьком количестве она была в свое время оттиражирована, и хождение-то имела только здесь, в Сибири, дальше она не пошла, купцы ее не восприняли как за деньги, вот, и, в принципе, хождение-то она там всего несколько, там, может быть, сто лет ходила. Так как их было очень мало, и они печатались, соответственно, мы потом захотели сделать вот такую уникальную выставку. Выставку одного экспоната. Елена Викторовна, а вот у вас есть, может быть, любимый стиль или любимый художник, которого вы творите? Я люблю импрессионистов, вот, по жизни, причем всех. Люблю я французских художников, которые передавали свои впечатления. Вот, у нас даже Коровин тоже является импрессионистом, потому что он просто свои полотна писал по наитию, по своему впечатлению, по, ну, по настроению. То есть там не была задача правильно написать каких-то, какие-то там натюрморты или правильно передать. Тут желание, душа, она должна петь, она, краски выплескиваются просто. То есть неважно, как это написано, главное, как оно производит впечатление. И в качестве объекта может быть все, что угодно. Все, что угодно, да. Это может быть и морская тематика, это могут быть и натюрморты, это может быть просто, ну, мое настроение, там, художник его описывает. Это может быть и портрет в импрессионистическом таком стиле. То есть совершенно неважно, похож он в натуральную линию, ну, вот я люблю импрессионистов. Есть ли музей, который особенно вас впечатлил, может быть, вообще за всю жизнь? Я, как всегда, была приверженцем русского музея, считаю, что вот это здорово. Там, да, тоже сейчас есть современные мультимедийные технологии, но я люблю живопись и, в принципе, люблю вот творчество такое изобразительное, декоративное прикладное. Поэтому вот эти музеи мне больше близки, хотя сейчас много я посещаю музеев исторического плана, потому что тоже хочется чего-то такое там посмотреть, увидеть, перенять что-то. У вас две дочери. Одна, насколько я знаю, учится в выпускном классе. А в будущих профессиях, или это младшая дочь? Младшая. Младшая, да, старшая уже состоялась. Закончила вуз. И профессией старшей? Она экономист. А вот младшая, допустим, уже четко определена ее профессия? Нет, еще до сих пор все это сложно с определением, да, потому что, ну, это сложный путь. Здесь у меня, во-первых, два гуманитария абсолютно, да, здесь не технические люди. Ну, не могли два творческих человека родить технаря, это однозначно. Поэтому вот оба гуманитария ребенка. Ну, вот старшая закончила технологический институт в Санкт-Петербурге. С красным дипломом, кстати, работает сейчас экономистом. Там же, в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге, да. Продолжает учебу в магистратуре уже в политехе. Ну, а младшая в этом году будет определяться с выбором. У нее там есть несколько вузов, куда она планирует поступить. Мы, честно говоря, с отцом никак не влияли, потому что это, во-первых, младший ребенок. Тут воля вольная, полная, да, мы никак не можем повлиять на ее выбор. Что захочет, то и выберет, куда захочет, туда и пойдет. Я думаю, что тут все тоже будет нормально, потому что дети самостоятельные, очень уже по своему возрасту очень взрослые. Легко как-то адаптируется к большому городу. Младшая тоже уже в Санкт-Петербурге воспринимает только, вот, только туда и больше никуда. Вы много рисовали в своей жизни, в детстве, вот, первые рисунки. Да, тоже все время. Когда мама писала письмо бабушке, и я обязательно должна была что-то вот к этому письму приложить свое. Вот я там что-то такое обязательно рисовала. Причем всегда мне мама говорила, что твои рисунки всегда отличались. То есть если человек, то он уже сразу был человек, он на кого-то был похож. Это не палочки, кружочки и треугольнички. Вот что, кстати, было у младшей нашей дочери. Если старшая, она сразу рисовала. Что было портретное сходство какое-то, да, и человек, он воспринимался как фигура человеческая, то младшая, она вот рисовала как раз кружочки и треугольнички. Вот мы сразу поняли, что тут не художник, и что, слава богу, хоть где-то природа отдохнула. Но она в другом взяла, поэтому свои были специфики. Елена Викторовна, у нас есть в программе рубрика «Случайный вопрос». Это вопросы, которые могут попасться случайно, независимо от темы беседы. Поэтому вытяните любое, пожалуйста. Самая великая победа – победа над собой. Как часто вам это удается? Ну, наверное, удается. Да, вот заставила себя ходить в бассейн. Победила же себя, я теперь регулярно туда хожу. Ну, вот я думаю, что нормально все, это хорошо. Но регулярность – это действительно одно из первых, чего нужно добиться. А вот как вы себя заставили? Ну, это не я заставила, это мое здоровье составило. Ну, вот заставил себя делать зарядку, вот делаю зарядку, куда деваться, да? Ну, наверное, вот самое сложное людям творческим – как-то себя перебороть и стать еще и спортивным. Ну, вот, как бы вот давайте все приобщаться к здоровому образу жизни и быть спортивными. Вот, и я себя тоже заставляю быть спортивной. Вы работаете в музее уже 20 лет. У вас в этом году юбилейный год, да? Да, вот буквально в феврале у меня будет 20 лет, как я пришла в наш музей. В начале февраля я пришла и вот уже 20 лет работаю. Елена Викторовна, а коллектив музея, как он менялся или все-таки это вот основной костяк, так скажем? Нет, коллектив, понятно, время немного прошло. Постоянно происходит какое-то движение коллектива. Кто-то уезжает, кто-то там в декрет и уходит, кто-то просто увольняется. Кто-то по возрасту уже просто пенсионер уходит. Движение коллектива всегда есть. Приходят какие-то новые люди, они постепенно выливаются в коллектив. А насколько большой сегодня коллектив? Коллектив у нас вот последние 12 лет стабильный, 15 человек штата. Нас не увеличивают в своем составе. Вот мы такие и остаемся. У некоторых есть стереотип, что работа в музее это все-таки несколько такая спокойная. Может быть, да, это стереотип. Потому что у нас такая же динамика, все происходит очень молниеносно, быстро. Могу сказать, что вот когда-то, когда мы были еще в старом помещении, в 6-м микрорайоне, в здании Абака-2, и у нас был один экспозиционный зал, мы экспонировали, допустим, 5-7 выставок в год. Сегодня при наличии 4 экспозиционных залов мы представляем уже 60. При этом состав музейный, да, коллектив, он состав стабильный, то есть количество не увеличивается. Поэтому все эти же люди, но делают во много раз больше. Елена Викторовна, а для вас руководить всем этим процессом, это сложно или вы к этому шли, и вы понимали, что у вас есть способности, может быть? Есть ли у человека руководящие способности? Ну, наверное, должны быть эти руководящие способности. Нужно помимо какой-то части своей работы, да, нужно видеть более шире, понимать весь процесс, может быть, выходить за рамки музея и куда-то дальше смотреть уже. Ну, наверное, руководитель, он и должен быть таким, смотрящим вдаль, вперед. Каждый руководитель, он, наверное, тоже по-разному может быть где-то экспертом, где-то наставником, где-то другом. Вот в вашем сложившемся коллективе, как вы думаете, кто для работников музея является руководителем? Ой, я не знаю, это пусть работники музея говорят, но я очень надеюсь, что я и соратник, и лидер, и человек, ведущий вперед, и ведущий весь коллектив к какой-то цели. Я так надеюсь, не знаю, как они скажут. В рамках программы «Без галстука» мы общаемся с коллегами, с близкими, с друзьями, героями нашей программы. Давайте посмотрим на этот видеоматериал. Для коллектива «Музея своей не севера» Елена Викторовна кем является? Знаете, Елена Викторовна является тем человеком, которая может тех, кто улетел в космос, вернуть на Землю, а те, кто вот такие вот тихие, спокойные, она их, наоборот, может поднять и довести до такого среднего уровня, такого высокого уровня, на котором сейчас и является наш музей освоения севера. То есть она позволяет нивелировать недостатки всех людей в нашем коллективе и, соответственно, дает нам движение вперед. Для коллектива, я думаю, она является, конечно же, наставником, но при том является соратником, так как, опять-таки, мы все заняты одним делом, одной идеей. А для меня лично она является, конечно, наставником, так как я, как молодой специалист, пришла сюда сразу после университета. Она сразу дала мне, как бы, нужный толчок, да, определила, в каком русле мне работать, как, и я сразу поняла все свои цели, обязанности. Елена Викторовна добрый, чуткий руководитель, старающийся всех научить, обогреть своим теплом, энтузиазмом, дать грамотные задачи так, чтобы человек их смог как можно лучше решить и на выходе получить качественный продукт в виде проектов, экскурсий, мероприятий различных. Для меня лично Елена Викторовна в первую очередь является как наставник. Она очень такой творческий руководитель, активный, целеустремленный, своей положительной энергией, позитивом. Она заряжает просто всех в коллективе своими идеями, инновациями, и мы все дружно и активно работаем. А какие особенности работы в музее вам нравятся или, наоборот, не нравятся? Ну, вообще, работа в музее в целом мне нравится, да? То есть, я не могу сказать, что эта работа мне тяжела. Конечно, у нас бывает много бумажного лакита, но в целом наша работа эта творческая. Ко всем мероприятиям мы подходим вместе. То есть, нет такого, что кто-то сидит в уголке, занят своими делами. Один проект, вся команда работает. То есть, мы работаем как одна команда. Задействованы все, от специалистов до администраторов. Я влюблена в свою работу. Наверное, если бы мне не нравилось, я бы здесь просто уже не работала. Я более 10 лет только в Губкинском музее, а так музейный стаж у меня более 20 лет. Мне нравится все. И работа с посетителями, и создание каких-то выставок, и разработка проектной деятельности. Ну, больше всего, конечно, это работа с посетителями. Особенности? Когда что-то, ищешь какой-то материал, скажем, статью какую-то пишешь, либо какой-то материал научный готовишь, во время поисков очень многое для себя открываешь, узнаешь. И об истории города, и об истории своего края, и о России вообще. Раньше, пока я не работал в музее, я думал, это должна быть бабушка, которая тихо, спокойно сидит и не подпускает экспонатам никого. Такой вот старый такой человек, размеренный, тихий. Вот проработав в музее «Освоение Севера», я понимаю, что это должен быть активный, молодой, креативный человек, который будет придумывать что-то новое, который даст возможность не только посмотреть на экспонаты, но также их потрогать, пощупать, очутиться там, где это все происходит. Работа Губкинского музея действительно многогранна. Это участие в различных конкурсах, получение всевозможных грантов. Какие еще творческие идеи вам хотелось бы воплотить? Вы знаете, этих идей много. Они в головах постоянно вертятся, крутятся, и ты иногда думаешь, какой-то проект воплотить совершенно не музейный. Но вот сейчас ближайший проект, который мы очень хотим сделать, это проект «Дополненная реальность». Подали на Гранд Сибура и очень надеемся, что он нам поддержит этот проект. Если все удастся, то хорошо. Хотим сделать, допустим, виртуальные туры уже на стойбище лесных немцев. Я думаю, что это тоже будет интересно. В принципе, много таких проектов, которых хотелось бы реализовать. Очень хочется в рамках инклюзивного музея для детей с ограниченными возможностями сделать мультимедийную студию, делать мультики. Специальное оборудование просто для того, чтобы снимать мультипликационные фильмы, кукольные, либо листовые такие рисовальные. Тоже интересно. То есть много, в принципе, этих проектов, которые хотелось бы воплотить в жизнь. А вот проект «Допреальность», расскажите о нем поподробнее, в чем заключается? Это будет интересный проект, серьезно. Это будет очень здорово. Это, во-первых, будет экскурсия по городу, по достопримечательным местам. Это будет мобильное приложение, созданное. И с помощью этого мобильного приложения, скачав это мобильное приложение на свой смартфон, будет карта представлена, где есть определенные фрагменты дополнительной реальности. Если, допустим, дойдете до сквера, нашего сквера, да, Свято-Никольского, то там наведете на этот сквер, и вы поймете, что, оказывается, здесь когда-то давным-давно было большое теплое море, водились динозавры, и там появится динозавр, и вы с этим динозавром сможете сделать селфи. Да, а там же есть еще и Бородинский бульвар, есть хлеб памяти Бородинский, да. Наведя на этот Бородинский хлеб, появится пушка Бородинская, которую можно будет покрутить и выстрелить из этой пушки. Помимо этого еще будет экскурсия, то есть вы будете слушать, что это за такой вот хлеб нашей памяти, что это за памятный знак. Можно будет потом подойти к музею, там будет такая 3D-вывеска гореть. Welcome, музей, ну добро пожаловать, добро пожаловать к нам в музей. И дальше в музее уже внутри, допустим, шаман будет с бубном, олень будет бить копытом, ягель выкапывать, и потом полетит куда-то на запряженные нарты. И там будет много всяких вот таких уникальных фрагментов, интересных, которые... Это действительно звучит очень интересно, и я так понимаю, это не только для подрастающего, поколения этой наркотики. Это всем будет интересно, и тем, кто приезжает в наш город, и для детей, и для взрослых. Причем это не только познавательная там будет, образовательная часть, но развлекательная. Там будут еще какие-то части игровые, что можно будет что-то там доделать, доиграть, поиграть еще, вот какие-то фрагменты игровые будут тоже. Ну вот в 21 веке вообще считается, что человечество наполовину живет в виртуальном мире, используя все эти... Без этого уже никак нельзя, это однозначно. А вот в плане музейного дела, можно ли сказать, что за этим будущее, за виртуальностью? Да, сейчас виртуальные музеи существуют, и мы, в принципе, и виртуальные выставки показываем. Но все они основаны на реальностях, на том предметном ряде, тех артефактах, которые существуют и будут существовать. Конечно, есть виртуальные музеи, можно их придумать и создать, и они, может быть, по-своему интересны. Но я думаю, без исторического какого-то такого, без этой базы, без основы, ничего этого... Это будет только так фрагментально, не оставаться в памяти. Но надеюсь, что все равно история, она должна быть и будет, и оставаться в музеях вот в том виде, в каком мы сейчас привыкли видеть. В любом случае, мы желаем вам совершения всех ваших намеченных планов, реализации творческих идей и, конечно же, здоровья и личного счастья. Спасибо вам, что освещаете и нас, и наше мероприятие, и наше учреждение. Очень приятно сотрудничать. Спасибо вам за участие в нашей программе. А вам, дорогие телезрители, спасибо, что были с нами. И до встречи на телеканале «Вектор». Редактор субтитров А.Семкин